Книга «Открытым оком», 18-й том, вопрос 3256, тема «Жития». В календаре поминаются мученики, сели они, почитались сразу после смерти. И как началось это почитание? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Как только хозяин удалился, Христос вознесся на небо. Так рабы стали думать, как бы захватить виноградник. Чтобы самим быть хозяевами в нем. И в этом они весьма преуспели. Многих, посланных за плодами, убили. Иным головы расколотили камнями доводов, что они правы. А потом отреклись и от самого хозяина, и сына его погубили. Тогда и начали поступать не так, как хозяин велел им по Библии, а как додумались церковные вожди. Мученик. Древнейший разряд святых, прославляемых церковью, замученическую смерть, принятую ими за веру. Основным значением является свидетель. И в этом значении это слово может относиться к апостолам, как свидетелям жизни и воскресения Христа, получившим благодатный дар исповедовать Божество Христа, явление Бога Слова во плоти и наступление нового царства, в котором человек усыновляется Богу. Сравни Деяния 2.32. Явившись апостолом после воскресения, Христос говорит, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1.8. С распространением гонений на христиан этот дар свидетельства приписывается по преимуществу мученикам, которые своей добровольной смертью за веру засвидетельствовали силу данной им благодати, превратившей страдания в радость. Тем самым они свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем усыновлении Христу, то есть о реальности Царствия Небесного, достигнутого ими в мученичестве. В этом смысле, в кавычках, мученичество есть продолжение апостольского служения в мире. В.В. Болотов. Вместе с тем мученичество – это следование путем Христовым, повторение страстей и искупительной жертвы Христа. Христос выступает как первообраз мученичества, свидетельство собственной кровью. Отвечая Пилату, он говорит, «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» Иоанна 18.37. Отсюда и наименование Христа свидетелем, мучеником в Апокалипсисе. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Откровение 1.5. Два этих аспекта мученичества в полной мере проявляются уже в подвиге первого христианского мученика, первомученика Стефана. Стефан, предстоя осудившему его Синедриону, верховному судилищу Иудеев, воздрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстые из Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Дианин 7.55-56. Он таким образом свидетельствует о Царстве Небесном, открывшемся для Него во время и в результате мученичества. Само же мученичество напоминает страсти Христовы. Когда Стефану побивали каменями, он воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха сего!» и сказав сие, почил. Дианин 7.60. Слова прощения реализует тот образец, который дал Христос при распятии, сказав, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23.34. Таким образом, в своем мученичестве Стефан следует путем Христа. В ранний период именно мученичество более всего способствует распространению Церкви. И в этом плане оно также выступает как продолжение апостольского служения. Первое распространение Церкви с отнесено с мученичеством святого Стефана. Диане 8.4. И далее. Этим мученичеством было подготовлено и обращение апостола Павла. Диане 22.20. 11 из 12 апостолов, кроме апостола Иоанна Богослова, закончили жизнь мученическим подвигом. И в дальнейшем, вплоть до Миланского эдикта 313 года, мученичество, как сильнейшее свидетельство веры, было одной из основ распространения христианства. По словам Цертулиана, кровь христиан была тем семенем, из которого произрастала вера. Итак, первые мученики появляются еще в апостольский период. Их мученичество было результатом преследований со стороны иудеев, смотревших на христиан, как на опасную секту и обвинявших их в богохульствах. В Новом Завете содержится несколько свидетельств о мучениках, пострадавших от этих гонений. Кроме уже упоминавшегося мученичества святого Стефана, здесь говорится, например, об Антипе, верном свидетеле Божием, умершленном, пергаме, подковение 2.3.13. Римские власти в этот начальный период христиан не преследуют, не отличая их от иудеев. Иудаизм же был в Риме дозволенной лицита религией. Так иудеи в нескольких случаях пытались предать апостола Павла на суд римским властям. Однако эти власти отказывались осуждать апостола, поскольку рассматривали выдвигаемые против него обвинения как религиозные споры внутри иудаизма, в которые они не желали вмешиваться. Деяния 18, 12-17, 23-26-29, 26-30-31. Гонения на христиан со стороны римских властей начинаются со времени императора Нерона, 54-68 год. Они распадаются на три основных периода. К первому периоду относятся гонения при Нероне в 64 году и гонения при Домициане с 81 по 96 год. В этот период римская власть еще не рассматривает христианство как особую враждебную ей религию. При Нероне христиан преследуют, возложив на них вину за римский пожар. При Домициане они подвергаются гонениям как иудеи, не декларирующие своего иудейства и отказывающиеся платить иудейский налог. Распространение христианства в равных слоях римского общества далеко за пределы иудейской общины заставляет римские власти осознать, что они имеют дело с особой религией, причем религии враждебны как римскому государственному строю, так и традиционным культурным ценностям римского общества. С этого времени начинается преследование христиан как религиозной общины. Точная хронология здесь отсутствует. Важнейшим документом для этого периода гонений является письмо к линии младшего императору Трояну. Около 112 года. К линии спрашивают у Трояна, какой юридической процедуры он должен придерживаться в преследовании христиан? Он задает этот вопрос, поскольку никогда не присутствовал в наследствиях о христианах. Из этих слов можно заключить, что преследование христиан как религиозной общины к этому времени уже имело место. Троян в своем ответе говорит о правомерности преследования христиан, причем о правомерности преследования за самое имя хомен ипсум, то есть за одну принадлежность к христианской общине, поскольку по римским законам христиане в силу своих убеждений совершали два преступления. Святотатство, выражавшееся в отказе от принесения жертв богам и клятвы их именем и оскорблении величества. Троян, однако, указывает, что нет необходимости выискивать христиан, а не подвергаться суду и казни лишь в том случае, когда кто-то выдвигает против них обвинение. Троян также пишет, что тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, то есть помолится нашим богам, следует за раскаяния помиловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением. На этих принципах с теми или иными отклонениями и основывались гонения на христиан во второй период. На этот период приходится мученичество таких почитаемых христианских святых, как святой Поликарп Смирнский, умер около 155 года, и святой Иустин Философ. Для понимания почитания святых в Древней Церкви особо следует подчеркнуть принцип добровольности мучений. Третий период начинается с правления императора Декия 249-251 год и продолжается вплоть до Миланского Эдикта 313 года. В изданном Декием Эдикте изменяется юридическая формула преследования христиан. Преследование христиан вменялось в обязанность правительственным чиновникам, то есть становилось не результатом инициативы частного обвинителя, а частью государственной деятельности. Целью гонений была, однако, не столько казнь христиан, сколько принуждение их к отречению. Для этого применялись изощренные пытки, однако выдержавшие их не всегда подвергались казни. Поэтому гонения данного периода наряду с мучениками дают множество исповедников. Преследованием подвергались прежде всего предстоятели церквей. Гонения отнюдь не были постоянными и перемежались с периодами почти полной терпимости. Эдикт императора Гаалиена 260-268 годы, предоставлявшей предстоятелям церквей свободно заниматься религиозной деятельностью. Наиболее жестокие гонения приходится на конец царствования Диоклетиана 284 по 305 годы и последующие годы. В 303-304 годах издаются ряд эдиктов, лишающих христиан всяких гражданских прав, предписывающих заключать в тюрьму всех представителей Клира и требовать от них отказа от христианства, принесения жертв. Последний эдикт 304 года предписывал всех вообще христиан повсеместно принуждать к принесению жертв, добиваясь этого любыми пытками. Мученичество в эти годы было массовым, хотя в разных провинциях преследования производились с разной интенсивностью. Наиболее жестокими они были на востоке империи. Гонения прекращаются после издания в 311 году эдикта, в котором христианство признается дозволенной религией, хотя явным образом и не снимаются ограничения христианского прозелитизма. И в полной мере после Миланского эдикта 313 года провозгласившего полную веротерпимость. История христианского мученичества, естественно, этим не заканчивается. Мученичества, в том числе и массовые, имели место и позднее. При императорах Ариан, в Персидской империи, в различных странах, где христианство сталкивалось с язычеством, в ходе борьбы ислама с христианством и так далее. Осмысление мученичества как торжества благодати над смертью, достижение Царства Небесного, путь к которому был открыт смертью и воскресением Христа. И соответственно, как предвосхищение всеобщего воскресения во плоте отражается в складывающихся культовых формах, прежде всего в церковном воспоминании мученика и праздновании его памяти, молитвенном обращении к мученикам как друзьям Божьим и заступникам людей перед Богом, почитании могил мучеников и их останках мощей. По свидетельству мученичества Поликарпа Смирнского, ежегодно в годовщину смерти верующие собирались на могиле мученика, служили литургии и раздавали милостыни нищим. Эти основные элементы и образовали первоначальный культ святых. Ежегодные поминовения мучеников понимались как воспоминания дня их нового рождения, рождение их в вечную жизнь. Эти празднования включали чтение актов мученичества, трапезу поминовения и совершение литургии. В третьем веке такой порядок был уже всеобщим. Подобные поминовения могли усваивать отдельные элементы соответствующих языческих обрядов. Например, раздача Колива. Над могилами возводились постройки, в которых или рядом с которыми совершалось поминовение. Латинская мемориа. Одной из моделей для них служили поздние иудаические поминальные здания на могилах пророков. После прекращения гонений строительства таких зданий получают дальнейшее развитие. На востоке к мавзолею, в котором хранились мощи, часто пристраивалась церковь. На западе мощи обычно хранились под алтарем самой церкви. В результате развития культа мучеников в местах христианских погребений становились центром церковной жизни. Могилы мучеников, почитаемой святыней. Это означало радикальное изменение в позднеантичном мировосприятии, в котором город живых и город мертвых были разделены непроходимой гранью. И только город живых являлся местом социального бытия. Кладбища располагались за городской чертой. Этот переворот в сознании делался особенно радикальным, когда в города стали переноситься мощи мучеников, вокруг которых группировались и обычные захоронения, поскольку погребение рядом с мучеником рассматривалось как средство получить его заступничество. Развитие культа мучеников побудило церковь в IV-V веках после прекращения гонений определенным образом регламентировать этот культ. Отдельные его формы, совпадавшие с языческими, стали восприниматься как пережитки язычества и подвергались осуждению. Так Блаженный Августин возражает против устройства поминальных пиршеств на могилах. Блаженный Иероним говорит, что подобные эксцессы объясняются простотой мирян и, конечно же, благочестивых женщин. В этом контексте происходит пересмотр актов мученичества и канонизации мучеников. Празднование памяти мучеников и построение мемориальных церквей над их могилами получает каноническую санкцию. Празднование памяти перерастает из частного обряда, совершаемого над могилой, в общецерковное торжество, сначала на уровне местной церковной общины, а затем и всей церкви. Представление о мучениках как заступниках за людей перед Богом, как о постоянно присутствующих членах церковной общины выразилось и в чине литургии. Мученики с древнейших времен особо упоминаются в ходатайственной молитве. Интерцессио произносимо непосредственно после приложения святых даров. Эпиклессис Не для них отделяется особая частица на проскомиде при приготовлении святых даров. В честь мучеников вынимается пятая часть из третьей, так называемая девятичинной просфоры, разделяемой по чинам святых. Согласно русскому служебнику, эта частица вынимается в честь и память святаго апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников Димитрия, Георгия, Феодора Тирана, Феодора Стратилата и всех святых мученик и мучениц, Феоклы, Варвары, Кириакии, Ефимии и Параскевы, Екатерина и всех святых мучениц. В разных православных традициях набор имен может варьироваться. Кавычки закрываются. 1 Петра 2, 21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 4, 1 и 13 «И так, как Христос пострадал за нас плоти, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Кавычки открываются. Страста терпец. Наименование христианских мучеников. В принципе, это наименование может прилагаться ко всем мученикам. Претерпевшим страдания. Страсть. Латинская пассия. Во имя Христова. Преимущественно же это наименование относится к тем святым, которые приняли мученическую кончину не от гонителей христианства, но от своих единоверцев. В силу их злобы, коварства, заговора, соответственно, в данном случае подчеркивается особый характер их подвига, без злобия и непротивления врагам. Так, в частности, нередко именуются святые мученики Борис и Глеб, святой Дмитрий Царевич. Ира Петра 5.10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Я в одиночной камере застрял Ни вопли и ни стонов из неволи, Что сделал бы, чтобы сидел не зря И не испакостил свой труд наколкой. Охранник молча пищу протолкнет, Со скрежетом моя кормушка лязгнет, В сырых углах столетний след тенет, Да тень моя кривляется напрасно, Что в памяти о прежнем сохранилось, И тьмой ее не успело поглотиться, Припомнятся ли бывшие нам крылья, Пронес ли их среди запретных списков. Босые ноги вытоптали тропку, Не рошат руки бороду седую, Сумею ли преобразиться кротко, Пока мой прах сквозняк не сдумит. Со мной никто не должен говорить, Таков наказ, определивший участь. Так не содержатся убийцы и воры, Так только верующих приучились мучить. Ко мне никто не смеет подойти, Мне абсолютно точно то известно, Как будто ни насильник, Ни бандит, Ни самых бесноватых бестий, Ни Библию не дали в каземат. Я в ней выплыл, сражался, побеждал, Приказа на бумагу изымать, Маль, стул со столом закован в металл. Осталось только память ворошить, Копать все глубже то, что сохранилось, И в миллионы превращать гроши, Опять же, если будет Божья милость. В молитве слезной, жаркой сохранюсь, Бедлом не стану, ко Христу взывая, Со дня на день лишь крепче наш союз. Он руку вызвали из-под седых завалов. 30 июня 2006 год, Игнатий Лапкин.